Дом Текстиля Дом Текстиля В Хакасию приехали федеральные медики. Они отбирают тех, кто поедет оперироваться в Новосибирск. А в Благовещенский храм Настафата привезли царские врата. Работы близятся к завершению. Об этих и других новостях расскажем в выпуске Нотабена. Меня зовут Анна Янгулова. Здравствуйте. Когда все началось, он с самого начала порывался, что я пойду. Я говорю, ну Сережа, как бы возраст тебе, 54 года уже. Ну вот он сказал, что лучше пойду я, чем зятья, которые еще не вырастили детей. Погибшие бойцы из Хакасии удостоены орденов мужества. Награду Абакан вручил родственникам Сергея Афанасьева и Филиппа Чебадаева. Здесь даже нету сторожей. Сейчас порастащат все. Это же деревня. Вы о чем говорите? Жители села Алтай боятся потерять дом культуры. Из зданий исчезли строители и охрана. Новые ДК люди ждут уже 15 лет. Бывают пациенты, которым очень трудно до нас добраться, какие-то финансовые проблемы или еще что-то. Мы приезжаем на такие выездные консультации. Новосибирские врачи приехали в Хакасию. Федеральные специалисты осматривают взрослых и детей. Кому в Хакасии помочь сложно. Это старинный, как и русский способ украшения. Ну, а те, кто будет чекаться. Икона на алтарь и царские врата. Главные святыни появились в строящемся Благовещенском храме Абакана. Субтитры делал DimaTorzok И возможен слабый снег, но будет ветрено. Порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье ветер стихнет. Ночью температура опустится до минус 18. Днем также до ноля. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится минимум до середины следующей недели. А по долгосрочному прогнозу третья декада февраля будет теплой. В отдельные дни похолодание, но ненадолго. Ордена мужества родственникам наших бойцов вручила мэрия Абакана. Сергей Афанасьев и Филипп Чебодаев получили награду посмертно за отвагу и самоотверженность на специальной военной операции в Украине. Оба бойца пошли на передовую добровольно после объявления мобилизации. Награду семьям бойца вручает мэр Абакана и глава республиканского военкомата. Орден мужества получает вдова эфрейтора Сергея Афанасьева. Он погиб недалеко от Макеевки. Там были ожесточенные бои. Он ветеран боевых действий. Он служил в Чечне. Он там был пять лет. Во вторую чеченскую кампанию. Поэтому, когда все началось, он с самого начала порывался. Я говорю, Сережа, как бы возраст тебе, 54 года уже. Он сказал, что лучше пойду я, чем зятья, которые еще не вырастили детей. Я хоть что-то понимаю в бою, как себя вести, что это. Они не знают ничего. Похоранили эфрейтора Сергея Афанасьева на его родине в селе Новороссийская. У него осталось две дочери и семь внуков. Орден мужества за своего отца получает Андрей Чебодаев. До объявления мобилизации отец парня работал водителем на вахте. Просто пошел и написал заявление в военкомат на следующий день или через несколько. Тетя объяснила, что кто-то должен идти. Мне сказал, чтобы меня не забрали. Рядовому помощнику гранатометчика мотострелкового отделения Филиппу Чебодаеву был 51 год. Орден мужества вторая по значимости награда за самоотверженность и отвагу на полях спецоперации. В декабре правительство республики установило в Абакане бюст Аймиру Миягашеву. Осенью прошлого года 26-летний герой России ценой жизни спас ослуживцев в одном из сел в Харьковской области. Аймир прикрыл собой брошенную противником гранату. Жители села Алтай боятся, что их уже почти построенный клуб растащат воры. С объекта исчезли сначала строители, а затем и сторож. Деревенский ДК теперь охраняет одна камера, да и та выключена. Александр Тимофеев выяснил, куда подевался подрядчик и когда местные казаки будут петь под крышей. Здесь даже нету сторожей. Сейчас порастащат все. Это же деревня, вы о чем говорите? Да это в любой деревне. Да, в деревне работы нету. Жители Алтая рассказывают, у них уже лет 15 нет дома культуры. С тех пор, как деревню переселили на другую сторону дороги. Когда появился подрядчик, здание росло быстро. И люди поверили, что Новый год встретят вместе. Под казачьей песней. Нашли одного культработника, второго обучают. Чем детям заниматься? Нету не кружков никаких. Нету помещения. Если бы построили, достроили помещение, тогда бы могли организовать людей, чтобы люди могли заниматься детьми. Люди не сразу поняли, что произошло. На объекте вдруг пропал свет. Даже камера наблюдения теперь не работает. А вот здесь стоял вагончик сторожа. И такое ощущение, уезжали в спешке. Котелок бросили, гирю. Покрашенный явно занимался человек. Вон там лежит переноска. Вроде как строители уехали, но собирались вернуться, а потом что-то пошло не так. Что пошло не так, рассказал глава Кировского сельсовета Владимир Коваль. Он заказчик. Перед Новым годом компания «Энигма» предложила отодвинуть срок сдачи на март 2023 года из-за санкций и роста цен на материалы. А после каникул строители прислали еще одно письмо, где объявили себя банкротом и попросили разорвать контракт. По данным главы сельсовета, в Хакасии этот же подрядчик брал еще два объекта. Например, бассейн в Тёе. Там «Энигма» тоже уходит с объекта. Минспорта будет искать новую компанию. А ДК в Алтае сельчане достроят сами. На 2023 год в бюджете района заложено финансовое средство. На данный объект у нас еще есть 17 миллионов местных денег. Строители использовали федеральные деньги. Все полученное отработали, с собой ничего не унесли. Осталось подключить котельную, доделать крыльцо, внутренний ремонт и облагородить территорию. Сельсовет уверен, что теперь закончит все с другими подрядчиками. Разобьет остаток на контракты до 600 тысяч. Такие законы разрешают проводить без конкурса. Александр Тимофеев, Евгений Сульбереков, Нотабена. 27 школ Абакана и Черногорска вновь получили сообщения по электронной почте о минировании. Второй день подряд. Только накануне в списке было на 6 учреждений меньше. ФСБ все сообщения проверила. Они оказались ложными. К новостям вернемся через пару минут. Сейчас о генеральном спонсоре выпуска, юридической службе и Единый центр защиты. Чему выбирают юридическую службу Единый центр защиты? Уже более 7 лет мы помогаем списать долги нашим клиентам. Более 250 юристов ежедневно отстаивают законные интересы в судах и в досудебном урегулировании. Мы являемся одними из лидеров по списанию долгов. И за многолетнюю практику помогли более тысячи клиентам. А сумма списанных долговых обязательств составляет более 10 миллиардов рублей. Консультации бесплатно. Единый центр защиты. Освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Обращайтесь. Абакан. 31-32-42. Связывайтесь. Они вам, вот эти все данные, какие у вас есть, вы высылаете. Они вам пишут врачебное заключение на операцию. Заводшебный ход. Нейрохирург из Новосибирска второй день работает в Хакасии. К детям приехали другие специалисты, травматолог-ортопед и врач-вертибролог. Если в лоб смотришь близко, то ничего не понятно. И чем дальше ты отходишь, тем больше видно. Картина из штукатурки и пейзаж из лукового раствора. Красноярская школа искусств привезла в Абакан выставку. Только представьте, новый жилокомплекс от компании «Людвиг» «Арена Парк». По адресу Кирова, 185. Четыре корпуса, 12 этажей и 300 парковочных мест. Напротив, новый роскошный парк и будущая ледовая арена. Все в шаговой доступности. Звоните 20-26-26. Ищите выгоду? Приходите в «Калину» в супермаркете «Аллея» по 26 февраля. Только нужные скидки по карте «Копилка». Кофе «Бушедо Оригинал» растворимый сублинированный 100 граммов 499,99. Сервилат «Дымов» бельгийский сырокопченый 149,99, 235 граммов. Грудинка «Дымов» крылатская 290 граммов 149,99. В «Остин» с 16 по 23 февраля скидка 50% на вторую вещь. Из мужской коллекции и коллекции для подростков. С 16 по 19 февраля испытаю сдачу в «Галамарте». При покупке от 500 рублей скидка до 99%. Шок ценный в «Галамарте» только 23 февраля. Набор подарочный мужской и ящик для инструментов 99 рублей. Носки мужские 9 рублей. В «Барвиха» с 16 по 28 февраля скидки до 50% на женские зимние пуховики. В салоне цветов «Аромат любви» с 16 по 28 февраля тюльпан 80 рублей, квоздика 100 рублей, роза 120 рублей. А завершить шопинг со вкусом и сэкономить можно вместе с хинкальной. С 16 по 28 февраля ступ-харчо 150 рублей, хинкали с курицей 165 рублей, а джихури 290. Торговец «Центр Калина» покупает с удовольствием. Абакан, Некрасова, 31А. Конференц-зона бизнес-отеля «Азия» – это конференц-зал вместимости более 100 посадочных мест, переговорная комната для комфортного размещения до 25 человек, уютная вип-комната, просторный холл для встречи гостей и проведения кофебрейков. «Бизнес-отель «Азия» – место для реализации ваших целей. Радио Сибирь Не пациенты к докторам, а доктора к пациентам. В Хакасию приехали врачи из Новосибирска. Федеральные специалисты до конца недели отбирают людей для дальнейшего лечения в их медицинском центре. Такие визиты дают возможность нашим пациентам самим не ездить и не добиваться лечения в крупных городах. На прием к новосибирцам направление дают лечащие врачи. «Связывайтесь, они вам, вот эти все данные, какие у вас есть, все им высылаете, они вам пишут врачебное заключение на операцию. Замуженный коль». Осмотр нейрохирурга Шамиля Ахметьянова из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии – счастливый билет для жителей Хакасии. Среди тех, кто попал к приезжему доктору – абаканцы, абазинцы, сайногорцы и не только. Повезло получить добро на операцию и Василию Панчишину из города Металургов. После ковида у мужчины начались проблемы с суставами, нужны протезы. Василий попал на прием быстро и без проблем через местного травматолога. «Просто так получилось, что я вчера пришел, он предложил и поехал. Я три месяца ждал, вроде решился вопрос, я так понимаю. По операции замене сустава». Нейрохирург из Новосибирска уже второй раз ведет прием в Хакасии. Предыдущий приезд врача был осенью. Поэтому кроме новых больных Шамиля Ахметьянов осмотрел тех, кого ранее направил на операции. Бывают пациенты, которым очень трудно до нас добраться, какие-то финансовые проблемы или еще что-то. Мы приезжаем на такие выездные консультации, чтобы непосредственно с пациентом пообщаться, физикально его посмотреть, сопоставить их с методами обследования, которые они нам представляют. МРТ, компьютерные, тамокрофрентгеновские снимки. Важно, чтобы к приходу на прием у пациентов на руках были необходимые документы и обследования. После приема Новосибирский центр назначает дату. Пациенту остается только приехать. Информация направляется на всю республику Хакасии, то есть во все медицинские учреждения абсолютно. А уже сколько пациентов приедет на консультацию, зависит от того, как отработает медицинская организация. Доктор работал до последнего пациента. Учитывая, что вчера он встал в 4 утра, плюс перелет, с 10 начал прием и закончили уже в 7 часов вечера. В среду нейрохирург принял 35 человек. Сегодня план такой же. Параллельно в республиканской больнице идет детский прием. Там работают новосибирские травматолог-ортопед и врач-вертибролог, специализирующийся на заболеваниях позвоночника. По планам врачи осмотрят в Хакасии 200 пациентов. Анна Янгулова, Григорий Сараев, Нотабене. Автобуса номер 18 абаканцы еще долго не увидят. Мэрия лишила всех трех перевозчиков свидетельства из-за того, что те не выходили на маршрут. Чтобы найти новых автобусников, нужно время. С 1 января ни один 18-й на дорогах не появился. Это проверила мэрия. Бизнесмены оправдывались то дефицитом автобусов, то нехваткой водителей. В итоге 23 января город отозвал свидетельства у всех перевозчиков. В течение месяца администрация ждет, что автобусники обжалуют это решение в арбитражном суде. Если апелляции не будет, то начнутся торги. На подготовку и конкурс уйдет 2,5 месяца. Так что, возможно, автобус номер 18 на линию выйдет только в мае. Есть у города мысли пересмотреть сам маршрут, но пока жителям остается добираться с пересадками. Например, из первого микрорайона выезжать на тройке, либо на 14-м автобусе. Мраморный иконостас обрел царские врата, а алтарь – главную икону. В Благовещенском храме Настафата строительные работы близятся к завершению. Полтора года священнослужители ждали главные святыни. И преодолев 5000 километров пути, врата и икона прибыли в Абакан. Или, как ее еще называют, басма. Чеканкой украшены левая и правая двери массивного мраморного иконостаса. А вот главные царские врата займут центральное место. Библейскими сюжетами мастера их расписывали полтора года. Создавались эти иконы семейной пары иконописцев. Это Татьяна и Денис. Из Владимира они уже работали здесь, создавали некоторые иконы. Ну, большинство икон в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. А сейчас они живут в городе Владимире и пишут иконы очень активно. Вот решили у них. И, на мой взгляд, это очень удачное решение. Иконы получились очень хорошие. Иконы на деревянной основе. Пришлось учитывать влажность воздуха при перевозке. Чтобы изображение не испортить, епархия ждала сухой погоды. Февраль подошел. Кстати, в прошлом году в Благовещенском храме появились мраморный иконостас, трон и рамка для иконы. Общая масса всех мраморных изделий 20 тонн. Он, кстати, особенный, мелкозернистый. И прослужит десятки лет. Сейчас в храме почти все готово. Осталось создать паникодила. Это главная люстра. Повесить светильники. Их изготовят, как и весь храм, на пожертвования. Кстати, строится он с 2014 года. Опустить первых прихожан служители церкви планируют в середине сентября. Артем Михалков, Григорий Сараев. Нота Бене. Фестиваль театров кукол Черчаян может стать лучшим событием этого года. Но чтобы завоевать такое звание, нужна ваша помощь. Интернет-портал «Национальный календарь событий» проводит голосование, чтобы выбрать лучших. Подано тысяча заявок из 70 городов страны. Главный фестиваль «Черчаян». Черчаян – это всегда ярко и многолюдно. Отмечается он и масштабным шествием по городским улицам. Приезжие артисты облачаются в мифических персонажей и героев сказаний. Театры экспериментируют и удивляют зрителей. Пробуют новые направления и договариваются на обмен спектаклями. В последний раз, два года назад, за неделю фестиваля зрителям показали 40 спектаклей. В нашем Минкульте фестиваль на этот год планируют на лето. Так что у него есть возможность заочно стать лучшим событием года и попасть в «Национальный календарь». Чтобы проголосовать за «Черчаян», нужно зайти на сайт «Национального календаря», найти вкладку «Онлайн голосование за лучшие события года», а дальше следовать инструкции. Организаторы обещают подвести итоги опроса после 20 февраля. До понедельника включительно можно голосовать. 8 лет и 7 месяцев получил житель Сабинки за убийство предпринимателя. Два года назад бизнесмен застукал 62-летнего мужчину за рыбалкой на озере Черное, где он разводил рыбу. Коммерсант обратился в полицию, рыбака оштрафовали. Позже он вернулся и расстрелял «Времянку» в тот момент, когда там был владелец озера. Срок убийцы проведет в колонии строгого режима. Далее 5 новостей. Хакасия потратит 5,5 миллионов рублей на рыхление льда взрывным способом. Подрывать ледяную корку будут на реке Абакан в районе Абазы и Белого Яра, а также в Таштыбском районе. Чтобы избежать подтопления, как правило, взрыв льда проходит в конце марта-начале апреля. Минсельхозреспублики объявил конкурс для сельхозкооперативов на получение грантов. Деньги можно потратить на строительство, расширение производства, модернизацию оборудования и покупку спецтехники. Общая сумма грантов – 15 миллионов рублей. Ведомство ждет документы до 16 марта на Линкома-3. В это воскресенье, 19 февраля, в спорткомплексе Абакан пройдут всероссийские соревнования по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Организаторы ждут около сотни участников из разных регионов Сибири. Хакасию представят 24 борца, пишет Минспорта. Норильчане сняли на видео, как владелица оленя вела его на поводке, сидя в машине. Позже женщина объяснила в соцсетях, что торопилась в детский сад на праздник. Раньше оленя перевозила в багажнике, но питомец вырос и в машину не поместился. Бельгийский художник создает миниатюрные скульптуры необычных существ. Он находит мертвых насекомых и создает фэнтезийных воинов – королей и ведьм. А потом продает за 500 долларов каждого. Юные каратисты из Хакасии выступят на международном турнире Russian Open Junior Cup. Наши спортсмены впервые примут участие в столь престижных соревнованиях. Защитят честь региона 10-летний Семен Токмашевский и Константин Кончаков из Сейногорска. На международный турнир Хакасия направила именно Семена и Константина не случайно. Это одни из самых результативных юных каратистов в республике. К примеру, Семен Токмашевский уже становился бронзовым призером всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге «Медный всадник» и серебряным призером международного турнира «Сибирь-Азия» в Красноярске. На международном турнире Russian Open Junior Cup за победу поборются почти 2500 каратистов из 46 регионов. Спортсмены из Хакасии уже прилетели в Москву. Соревнования начнутся в пятницу. Абаканская картинная галерея готовит новую выставку. В этот раз больше сотни полотен представят красноярские художники. Школа у соседей сильная и одна из лучших в России. Работают мастера во всех стилях, при этом многие композиции с первого взгляда понять сложно. Если в лоб смотришь близко, то ничего не понятно. И чем дальше ты отходишь, тем больше видно. Давайте еще дальше отойдем. Может быть еще понятно будет. Вот здесь сразу прорисовывается какая-то балка. Да, я сразу про них и говорю. То есть как будто человек стоит в этом пролете и туда смотрит в перспективу. Бетонных великанов Александра Зикунова смотреть лучше с разных ракурсов. Рисунок на картине сделан не маслом или гуашью, а штукатуркой. Ее художник срезает слой за слоем. Объемная работа в стиле с графита – пример монументального искусства в малой форме. Увидеть подобное можно на советских зданиях культуры или неразрушенных домах пионерии. Характерная черта китайских колокольчиков – это как раз вот этот красный цвет, красные кисти, которые свисают. Вот, то есть это отсыл к традициям. Ну и внизу мы уже видим, так скажем, нашу современность. Собственно, вирус изменил прошлое и, наверное, настоящее уже никогда не будет таким, как было раньше. Контраст праздничного атрибута и страшной оградительной ленты – прямая отсылка к китайскому пандемийному Новому году. Это масляная работа Сергея Карабышева. Выставка красноярских художников в Челтысе ежегодная. Союз соседей хорошо известен не только в России, но и в мире. В Красноярской школе искусств жесткий отбор. Вот мы видим пастель. Мы видим краска, гуашь, гелевая ручка и фломастер. Есть даже работы, выполненные луковым раствором. Посмотреть экспозицию в галерее можно 17 февраля. В Москве состоялась премьера фильма «Чикаго». Картина снималась в Хакасии. В ленте задействованы знаменитые российские артисты Юрий Кузнецов, Игорь Жижикин, Иван Кокорин. Фильм выйдет на большие экраны 23 февраля. В прокат картину взяли 800 кинотеатров. А сейчас о погоде. В Абакане в пятницу ночью минус 29 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до минус 17 без осадков. В Саиногорске снега тоже не ожидается. Ночь минус 23. Днем воздух прогреется до минус 11. На этом все. Сообщайте нам свои новости по телефону 222 700. Подключайтесь также к телеграм-каналу Нотабена. Главные новости Абакана и Хакасии. Хорошего вам настроения. Ваш долг банкам более 100 тысяч рублей и нет возможности платить по кредитам? Мы решим ваши проблемы. Знайте, списание долгов – ваше законное право. Центр списания кредитных долгов. Телефон 8-39-02-21-76-64. Твой умный дом не сможет существовать без надежного интернета. Скат – быстрый интернет для твоих домашних девайсов и гаджетов. Скат – довольны вы и ваши голосовые ассистенты. Новое радио. Новое радио.